людей осталось меньше вот но продолжим поговорим с вами для начала то есть мы во второй части будем говорить про две темы этого логирования когда вы используете фьючер и exception handling вот раз начнем с логирования как логировать на чем просто с азов как логировать если у вас есть обычное приложение в котором есть только один поток вот очень просто да вы просто логируете то что вам нужно и потом эти логи очень приятно читать потому что в один момент времени работает один поток и он как бы все пишет и у вас такие нету перемешивание логов друг с другом как логировать если у вас типа есть приложение которое состоит из нескольких трендов здесь надо короче по-другому сделать она потом поправлю дает больше похоже на спойлер значит смотрите если у вас есть несколько трендов которые параллельно работают это может приводить к тому что сообщение этих трендов влоги будут перемешиваться и соответственно вам нужно хотя бы чтобы вашем логе был третайди для того чтобы вы могли поэтому третайди нагрепать типа нужные вам логи но проблема третайди в том что этот трет сейчас выполнял одну задачу потом начинает выполнять другую задачу и получается что его используя не очень удобно вам сначала нужно нагрепить по каком-то айди сессии потом вам нужно нагрепить потом понять какой-нибудь рода иди потом нагреп все по третайди отсечь ненужная в общем это не очень удобно поэтому лучше всего добавлять каждой строчке логирования какой-то контекст например это может быть айди сессии или ади реквест который вы сейчас обрабатывать то есть например вам пришел реквест вы знаете что это реквеста какой-то сессии и вы все что дальше делать с этим реквестом вы лагируете и вначале например пишите саш найди и реквеста иди георгий центр реквеста иди сами вот и есть такой подход который называется mdc и он реализован в разных библиотеках лагирования типа там блок поджей лог бэк блок поджей 2 который называется над диагностик контекст вот идея заключается в том что он использует внутри себя тратвоков переменная то есть вы можете вместе где вы начинаете обрабатывать какой-то запрос вот вам пришел запрос к этот ряд вы можете там положить в тратвоков переменную просто например саша найди и потом по всему кустыку внутри этого трэда по сути вы можете обращаться к этой тратвоков переменной там будет лежать саш найди то есть вам не нужно явно передавать между вашими методами этот логин контекст он у вас всегда лежит вашим тратвоков вот но к сожалению если вы используете фьючер то есть но многопоточное приложение может быть без использования фьючер это понятно например это у вас есть сервис сервис контейнер в нем месяца трэдов и каждый из трэдов по сути обрабатывать запрос в этом конкретном трейд тогда как бы никаких проблем нет вы используете мдс но вот если он начинает использовать фьючер кто-то возникает дополнительная проблема которая заключается в том что мдс и основан от родлоков а за счет того что вы не можете ну вы не вы можете обрабатывать то в одном трейде этот запрос то в другом трейдер вы на этом делать свинком полос потом данком за sing этот придет к тому что вам нужно передавать ваш контекст логирования от одного стрейджа к другому от одного компейшен встречи к другому явно и ну вот я попробовал что-то такое написать как бы это могло выглядеть то есть как вы можете в своем приложении подойти к вопросу передачи логин контекста между разными компейшен встречами можно объявить вот такой вот такой класс типа контекст резалт вот в котором у вас есть контекст какой-то и результат выполнения вашего фьючер то есть в обычной ситуации у вас соответственно если вам не нужен был один контекст вам достаточно было бы резалты но мы специально оборачиваем все результаты вот этот логин контекст вот и соответственно у нас есть метод new резалт который может уже существующего логин контекста создать новый логин контекст записав туда другой результат переиспользовав поле контекст у вас есть метод мэп который вам по сути дела то же самое что метод new резалт и у вас есть метод for exception который вам бросит специальный контекст exception в котором будет содержаться не только exception который реально был брошен но также и вот этот логин контекст который вам понадобится для того чтобы логировать где именно собственно произошел вот и соответствующий такой контекст exception это просто там какой-то exception которым есть контекст и его можно получить оттуда и тогда как будет выглядеть код с пользой этого контекст резалта то есть вы создаете комплект его фьючер например используя метод сопла и sing и например вместо того чтобы просто вернуть единичку но это эмуляция того что здесь что-то делается на самом деле здесь просто возвращается единичка в качестве результатов плане комплект был фьючер вы создаете контекст резалт и в него кладете еще дополнительно сэш найди вот пресс-сэш найди в данном случае вот будет нашим контекстом вот дальше вы например вызывайте метод за наплай и место того чтобы написать стрелочка r плюс 1 вы пишете типа new result берете старые старое значение которое там было и прибавляете единичку а вот так также вы можете использовать например метод мэп потому что в предыдущем метод то есть вы грубо говоря можете создать новый контекст резалт просто напросто поменяв внутри него результат на базе предыдущего результат вычесть какой-то новый вот например вот тест для этого создания то есть мы то есть на это на этой стадии значения фьючер будет тройка дамы сейчас старый один потом добавлю еще один потом добавлю еще один но вместе с тем мы передаем между всеми стейджем вот этот вот контекст и например на следующем стейджем выбрасываем exception вот соответственно внутри у нас есть наш контекст и наших сообщить которому выбрасывается в итоге обернется в контексте exception и дальше от вас есть например бог как сообщено и здесь что можете сделать вы можете взять фрубок который вам придет в exception вы знаете что по вашему соглашению вы все здесь у вас образцы exception должен выбрасываться с использованием фрукс общем а поэтому будет обернется в контекст exception хорошим здесь надо проверить является он контекст exception или нет вот здесь привожу чего контекст exception получается из него контекст и теперь можете залогировать в какой сессии произошла ошибка ну и то же самое вы можете делать любом из блоков на apply например вы можете там логировать типа сейчас я прибавляю единицу внутри такой-то сессии там сейчас я прибавляю еще единицу внутри такой-то сессии то есть вам важно между стадиями переносить вот этот вот контекст потому что вы конечно можете сохранить изначально в 3 2 к переменную и если вы у вас есть полный контроль над этой цепочкой то вы можете например всегда есть просто место на play но в общем виде вам надежнее будет за счет того что вы не знаете на каком на каком стейдж будет выполнено на контроль будет выполнен следующий встреч вам надежнее передавать между стейджами этот контекст вот здесь есть какие-то вопросы то есть да 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 окей на самом деле на самом деле на самом деле ну вот как работает например дан композа синг саммитает просто очередной очередной задачу ваша очередной встреч саммитает в той же самой экзекьютор сервис и между разными трендами экзекьютор сервис и это отношение чатернт понимаешь вот и поэтому а ну да для того кейс может быть и на науки что можно сказать про логирование в скала скала можно использовать опять же можно спросить имплицита то есть допустим вы можете объявить какую-то переменную контекст и и дальше вы можете просто этот контекст я не явно использователи если например изнутри вашего метода вызываете какой-то другой метод то его декларации вы тоже делаете им присед контекст и тогда туда вот это переменная контекст будет передано ну то есть в скала опять же за счет конкретно кстати вот этот кейс можно было бы и в фанал стринг контекст равно 123 если у вас все вызовы находятся вот прям вот перед вами да сравнимо ну то есть какие разработчики это мы решили вопрос непонятен не совсем ну короче идея в том что во время компиляции вы будете ссылаться на один тот же объект контекста вот у вас создаст этот объект контекста и во всех методах которых он поймет что вы именно этот контекст скорость будет ссылка именно на этот объект в память он не будет его копировать много раз в принципе про логирование это все и дальше хотя обсуждите exception handling очень более интересная тема может быть даже кто-то что-то новое для себя узнать значит опять начнем с самого простого как делать exception handling в синхронном приложении если вы пишете его на джаву у вас есть два способа у вас есть unchecked exceptions вот у вас есть какая-то функция фу и непонятно что она может выбросить то есть она может выбросить любой эксапсис который является ронтайм эксапсионом и вы как бы не знаете что она реально выбросит и у вас есть чек the exceptions вот здесь явно функция фу говорит что образ ты кстати не очень хорошая идея писать и на форус exception да я надо было бы написать что она выброс какой-то конкретный фу эксапси и его эксапсион тоже обычно довольно такой вот у вас есть два способа и соответственно у вас есть такая возможность если мы посмотрим на скалу то в скале есть только отчет exception вот потому что вы спросите по одну скалу же работают дюйм да как же она смогла типа проигнорировать анчет exception дело в том что на уровне gvm не проверяется эксапсиона является чек 3 отчет все это проверяется на уровне компиляции кто не кстати знает как выбросить черт exception и при этом не писать фрус декларацию это так называемый сники exception и не оборачиваю то есть не оборачивая в рантаем exception можно явно выбросить от exception но да да но это я просто сила может поинтересоваться загуглить сники exception посмотреть это как за счет магии с дженериками можно это сделать возможно но она же интересует как это реализовано вот ну короче да идея заключается в том что в скалу есть просто анчет exception и по сути если у вас даже exception не является фантом exception все равно в скалу вы не должны писать фрус какие есть плюсы и минусы у exception вообще плюсы что если у вас выбрасывать exception это особенно плюс полезен когда у вас есть синхронное приложение когда у вас все в одном стеке все вызовы находятся у вас есть там стек трейс вот какие есть минусы во первых выбрасывание exception это дорого потому что происходит разворачивание стека как раз для того что собрать этот стек трейс и 2 2 минус который относится к отчет exception заключается в том что по сути в декларации метода вас нет информации о той сигнатуре метода у вас нет информации о том какая ошибка может произойти то есть по сути метод просто возвращает значение но он не говорит что во время своего исполнения может произойти такая 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 ошибка если вы используете анчет exception то по сути вы не можете но никак об этом сообщить вот и поэтому так как джави чек exception можно использовать соответственно можете сообщить о том что вот вас произошла какая-то конкретная ошибка поэтому хотелось бы каким-то образом что-то подобное сделать сделать вскоре но начнем мы с вами с такой с такого класс который искать который называется трой значит что-то у вас есть значит трейд трой у него есть две реализации success и фэйла то есть два кейс класса у вас может быть либо success либо фэйла и дальше вы можете создать этот объект рай а из какой-то из какого из какой из какого-то вызова вызова функции и соответственно если что внутри себя делает метод apple он просто вызывает эту функцию и если она не выбрасывает exception то она возвращается к сес если она выбрасывает exception и этот exception является фатальным тогда возвращать фэйла то есть таким образом вот как раз за счет того что видите тут декларации есть такая стрелочка вот это называется колбай нейм то есть во время передачи передачи этого statement этот statement не будет эвалюирован а он будет выполнен в тот момент когда вы его уже явно вызовите вам внутри внутри этой функции это опять такая возможность скажем сказал можно не только колбай были делать ну и кабины и соответственно в не только колбай вы виной кабины вот соответственно в отрае есть какое-то количество разных методов в час там есть методов вот который вам позволяет делать композицию травм между собой также как вы делаете например композицию фьючер между собой и вот пример то есть и вы опять же если если есть формат на пмф вы можете использовать внутри внутри фоком при кончено даже ведь у меня нет в фильтр но просто внутри фоком при кончене можете использовать их вот если вы не используете вы можете взять просто класс который вот есть только фото на пмф что вы здесь делаете вот мы здесь допустим создаем отрай от какой-то строки и мы парсим ее wind вот соответственно если эта строка int то тогда трое будет секс с правильно потому что туинт не выбросит не выбросит exception если эта строка была бы а б например то туинт выбросил бы exception и когда мы ее заворачиваем вовнутрь трое соответственно это придет к тому что он вернет фейла и как раз вот здесь вот еще раз если кто-то не понял насчет call by name и call by value вот когда мы пишем try и скобочках пишем там пять точка туинт вот этот пять точка туинт будет выполнен в мире не вместе в вызову а уже внутри внутри трое да 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 если бы и не было тогда бы это привело к тому что exception был бы выше прямо здесь еще до того как он был бы передан в конструктор тра да типа того а значит соответственно вы можете таким образом комбинировать трое и вот если например у нас было бы вместо шестерки написано а.б. то этот тройку завершился с ошибкой и у него метод флот на прорезон таким образом что все что идет дальше вот следующий флот на обзор и мы все дом бы не выполнился а просто бы у вас в итоге был бы фейлор и все что идет дальше по коду не было бы исполнено то есть по сути такой функциональный аналог exception of например в хаскере нет exception of вообще вот но при этом за счет вот монат вы можете пробраться то есть вы можете сделать так что если у вас где-то произошла ошибка вы можете в дальше по коду дальше код не исполнять и то же самое здесь и вот ну вот мы проверяем дальше если у нас access то типа должны быть 20 ну в данном случае будет 20 если было фейлор вот например там выбрасываем или к стоит exception понять например вот теперь дать сравним трой и анчет exceptions вот на самом деле трое это по сути функциональный подход кончат эксцепшенов потому что что он говорит не ведь он по что он говорит типа the declaration утра утра и весь всего один параметр это успешное значение не успешное значение у него всегда флобал то есть что он говорит он говорит нам о том что типа функция которая обернута в трое может выбросить exception может выбросить какую-то ошибку на какую именно ошибка на выбросе нам нам не известно то есть поэтому мы говорим что try похож на анчет эксепшен но в скала есть тип который называется айвер который по сути может содержать либо левое значение либо правое значение посмотрите вот он так объявляется вместе 22 типа это а и b соответственно дальше у вас есть правое значение и его знаки его тип b и левое значение его тип а то есть у вас может быть либо то либо другое и что и что интересно айвер начиная с версии скала 2.12 можно использовать внутри for comprehension и до этого например нужно необходимо было использовать стороне библиотеки сказал z или cats соответственно как мы можем объявить но давайте посмотрим какой-то реальный пример да и жизни насколько мне фантазии опять же хватило вот допустим у вас есть несколько методов например получения юзера по по его имейлу да только им в качестве параметра не хватает надо писать что функции есть и мы бы есть соответственно есть получение фейсбук профиля юзера по этому юзеру метод и есть метод получения возраста пользователя которые указаны в фейсбуке вот и у нас есть такие три методы каждый из них в успешном случае возвращает типа 1 возвращает юзер что разрушает фейсбук профиль и 3 возвращает пинт но каждый из этих каждый из этих вызовов может завершиться ошибкой первый может и мы здесь сделали так что мы дальше это исправим мы делаем так что просто ошибка будет указана виде строки то есть может произойти какая-то ошибка и эта ошибка будет записана в строке соответственно теперь у нас у каждого метода есть мы используем айвер и этот тип явно говорит что может произойти либо ошибка либо может и она будет типа стринг либо есть все хорошо тогда в правой части вы найдете нужного значения теперь мы можем использовать как я сказал for comprehension с айвер и как это будет выглядеть мы можем записать вот такой вот такой код соответственно мы создаем переменную hr который будет типа а его стринг int и создаем for comprehension мы говорим возьми получи юзера по имейлу получи профиль по юзеру и получил возраст этого юзера как эта штука будет работать вот и потом мы да и потом мы обрабатываем то что то что что нам пришло вот этого переменную hr если там есть левое значение значит ошибка и мы просто логируем что вот типа ошибка если это правое значение значит это нужное нам значение мы его тоже логируем так вот смотрите а почему а лук и роли но это чтобы точно увидели в логике вот я думаю что те кто будет поддерживать и мы ему понравится вот и идея заключать идея заключается в том что смотрите если у вас например первый метод get user by mail завершится как left то все остальные все остальные методы в цепочке поздно не будут так же как если вы помните с фьючерами когда мы их делали из первого просто вы просто exception дальше не исполняется если 2 завершится ошибкой 3 не будет вызвана так далее то есть он всегда прокидывается до самого низа а right если у вас right то у вас вызывается следующий метод цепочки вот и ну вот так вот вы можете делать но если вы посмотрите на тип возвращаем значение от везде айва от стринг стринг это не самые не самый лучший способ для представления ошибок вот поэтому мы можем сделать написать код поинтереснее кстати видите да я немножко от фишер отклонился потому что дальше мы к ним перейдем просто не это будет непонятно если не объясню более простые вещи вот соответственно можем объяснить объявить ошибки как как кейс-класса то есть мы говорим что например наш самый первый метод get you tell by mail может выбрасывать некие но типа может завершаться с ошибкой юзер-сервис его у меня есть два возможных варианта это ошибка например авторизация и ошибка подключения например поставок мы хотим получить для юзера его фейсбук профиль за это отвечает какой-нибудь сошел на 3 сервис и может произойти соответственно сошел на 3 сервисов и у нее тоже два возможных варианты что такого профиля не найдено такой профиль юзер вообще не найдено и опять например ошибка подключения к social service network и например при обращении к фейсбуку могут быть какие ошибки что нет такого юзера в фейсбуке хотя нам сошел на 3 сервис сказал что он есть что он не знает типа какой возраст у пользователя для этого есть ошибка field value unknown и например опять что он не может подключиться к фейсбуку тогда как мы можем объявить наши методы для получения информации о пользователя get user by mail опять без мэйла естественно вот который возвращает но уже не стинг юзер а юзер сервисор юзер то же самое а его от совершенно трек сервисовый фейсбук профиль и то же самое а его от фейсбук все от фейсбук сервисов и и инт это соответственно возраст а теперь теперь тут много кода я попробую объяснить то что здесь происходит идея заключается в том что мы можем вот мы называем метод get user by mail в самом верху но мы на этом на этом не ограничиваемся а мы сразу же делаем error handling например вот это тут например нам нужно сформировать ищите переспонс да и поэтому если вы будет выброшен какой-то exception мы знаем для него подходящий ищите первый год что что мы делаем убить его вызываем такой метод который называется left map что делать метод left map если у вас есть какой-то айвэр который завершён как райт он ничего не делает то есть он просто не вызывается если у вас есть айвэр типа left тогда у вас метод left map выполняется он возвращает новый айвэр типа лэфт у которого лэфт подменен на то что возвращают этот метод то есть смотрите все в принципе просто то есть мы вызываем get user by mail get user by mail возвращает айвэр от юзер сервисор и юзер и нам нужно юзер сервисор преобразовать по сути в пире спонс что мы делаем мы говорим что если это был айвэр то мы возвращаем например эйвэр спонс форбитом если это например был конекшен ров тогда мы возвращаем интернет то есть по сути мы трансформируем айвэр из от юзер сервисор юзер в айвэр от спириспонс юзер в каждом месте где мы вызываем какой-то какой-то метод мы сразу же можно обработать ошибку которая которая возвращает этот метод и типа вернуть нужный респонс соответственно то же самое для фейсбук профиля и то же самое для возраста юзера вот какое здесь есть вообще преимущество да по сравнению с например страй преимущество заключается в том что теперь у вас все методы они четко говорят какие какие ошибки они могут вернуть а и вы можете все эти ошибки знать и обработать каждую ошибку нужным образом вместо того чтобы просто на уровне какой-то договоренности сказать что вот этот метод например в комментариях написать этот метод может вернуть такую-то такую-то ошибку этот метод может вернуть такую-то такую-то ошибку и типа вот можешь и обработать здесь у вас нет вариантов как не обработать то есть у вас по сути на вас и работает язык на то есть вам компилятор не позволит не обработать эту ошибку то есть если у вас написано что вас возвращается вы обязаны то ошибку обработать то есть по сути это а если в одном из случаях и найти не напишите вас на тут не скомпилировать потому что ему нужно чтобы типа левца был одинаковый везде это она дает аналог чек-чек секс но скале но я не вижу никаких проблем в чек секс общем вот наоборот у вас вас у вас возвращается значит вас явно в сигнатуре метода написано что может пойти не так но если сам сам концепта сделать где где в какой сексе еще но дали бы ниже а проблем заключается в том что если вы откладываете обработку на потом то есть освоить в объявляете типа общий трейд и у него вообще все возможные кейс-класса откуда вы как бы знаете что в этом 3 вы внутри своего фоком при хэнш на вызову вас возможно все ошибки то есть вы можете внутри конкретно фоком при хэнш нас может быть только подможности ошибок которые которые вас объявлены какие из класса нет да предлагается по-другому сделать ну типа объявить общий какой-то трейд и чтобы все эти методы типа вызывали типа были объявлены как кейс-классы этого трейда внизу придется писать кейс но причем преимущество кейс-класса что тебе надо будет все эти все эти случаи обработать но проблема заключается в том что если у тебя например есть еще какие-то методы которые в данном фоком при хэнш не участвуют соответственно ошибки которые могут выбросить эти методы не будет но тебе все она придется обработать ну давайте оффлайн это но она надо написать наш пока не очка да но в общем если вы знаете как написать лучше напишите я с удовольствием дальше вот смотрите мы рассмотрели как обрабатывать синхронное приложение ошибки вот теперь на все то же самое нужно сделать в синхронном приложении вот то есть теперь у вас есть соответственно фьючер который может завершиться либо успешно либо с ошибкой в реальности получается так что вот здесь вот уже даже в java по сути нет аналога черт эксепшенов для асинхронного кода то есть у вас по сути фьючер если он завершился с ошибкой то в нем просто может быть фрубал любой фрубал не знаете какой конкретно вот но в скала мы можем как бы этот недостаток обойти примерно так же как мы обошли его для альбур когда делали альбур то есть если мы можем скалы и для синхронных и синхронного кода сделать аналог чек так сообщено то есть тускай мы можем и для синхронного кода сделать такой же аналог вот вот но начнем мы поменяем немножко наш код и теперь вместо того чтобы у нас возвращалась просто там юзер или там профиль или возраст у нас каждый из этих метод будет возвращать кьючер от этого значения потому что например get user by mail может привести к обращению какой-нибудь базе данных это обращение можно есть какое-то время и поэтому имеет смысл это оформить виде фьючер соответственно и каждый метод вот у нас будет вот такой но и вот здесь вот разработчики позаботились о том что они в комментариях написали что типа если произойдет ошибка то во фьючер будет ли зажать там например юзер сервис exception если произойдет ошибка то будет лежать там сошьим трюкс и так далее но это просто новый комментарий не но как бы на уровне языка это не проверяется теперь как мы можем как мы можем сделать как мы можем писать код то есть мы можем опять же написать full comprehension для наших фьючеров но для фьючеров на самом начале ходить как full comprehension писать то есть мы последовательно выполняем каждый из методов и дальше мы в методе он комплит проверяем все возможные значения эксепшенов и возвращаем соответствующий теперь спонсор там форби доме тернать сервис сервис роли еще что то вот но опять же то есть на мой взгляд это является проблемой что нам нужно в самом конце в методе он комплит знать про все эксепшены которые у вас потенциально могут возникнуть full comprehension то есть вам нужно пойти каждый метод посмотреть что он там может выбросить в комментариях причем прочитать вот и потом запомнить ага развал такие 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 то методы значит мне соответственно нужно этих собственно как-то обработать вот поэтому здесь мы сделаем примерно то же самое мы будем их обрабатывать сразу то есть у нас есть метод река который нам мы знаем что get user бывает может выбросить ну выбросить кавычках да естественно запроза компетит фьючер как фьючер соответственно что мы делаем мы делаем этот река вы который проверяет какая ошибка была и дальше он выбрасывает специальные чите теперь эксепшен который приводит к тому что этот фьючер после метода река вы не зарековывается на самом деле превратиться в фьючер вот но внутри этого это придет к тому что дальше в цепочке метод испанации не будут но при этом внутри этого степи эксепшена нас будет лежать нужный нам и теперь спонс то есть мы можем просто в самом конце оттуда достать вот то есть мы просто-напросто в самом конце можем написать что если с респонсом все хорошо то мы возвращаем респонс а если с респонсом есть какие-то проблемы тогда мы делаем река для то есть мы просто достаем оттуда степи эксепшен и возвращаем этот респонс то есть очень важно понять что мы если мы например изначально методе река вы внутри фоком при ханшина не делали бы фруу а просто бы говорили окей типа если то тогда верни форбидон то это бы не сработало потому что тогда бы за река в данный future завершился бы успешно и все следующие стейджи продолжили бы свое исполнение нам важно чтобы внутри фоком при ханшин дальше исполнение не шло а в конце ну просто из эксепшен доставить нужную информацию такой трюк а а уже неплохо но пусть похоже чем на его но опять же мы здесь полагаемся не на не на язык и на компилятор потому что компилятор не может проверить не может проверить что именно такие эксепшены будут выброшены просто положились на то что разработчик комментарий написал что типа и такие так сообщения могут быть выброшены поэтому почему бы нам не взять лучше как бы из двух миров мы можем сделать его и асинхронным то есть фьючер но при этом никогда этот фьючер с ошибкой не завершать мы все он всегда будет секс асфор но если произошла как ошибка какого-то типа то это будет секс асфорт если соответственно к ошибке не произошло то это будет секс асфорт райт вот поэтому мы пишем такие страшные конструкции вот теперь это у нас не просто фьючер от юзер а фьючер от айва юзер сервиса юзер соответственно фьючер ну в общем сами все видите на слайде вот то есть мы теперь опять явно в декларацию сигнатуры метода добавили ошибку которую которую этот метод может выбросить так вот теперь если мы вернемся к примеру сайвер то у нас был примерно такой код написан и хотелось бы ну лично мне вот писать также и для фьючер ну похоже то есть вот типа ну вместо метода left map мы вызываем какой-то метод фьючер айва и так этот то есть грубо говоря ну вот похоже получается да то есть нас происходит какое-то там get user by email и дальше мы типа преобразуем то что вернул get user by email и там был left то мы преобразуем это какой-то чтепи респонс если был райт то мы продолжаем нашу цепочку исполнять но это оператор который позволяет вам передать get user by email как аргумент функции from future ever ну то есть грубо говоря вместо того что писать from future айва и дальше типа там матч что-то что-то и потом скобочка get user by email но это просто да это для того чтобы это лучше читалось тоже когда мы делаем left map left map это метод айва и там он есть а здесь мы сами придумали какой-то from future айва и он не является по сути членом класса фьючер вот но это скал за тут так пишут кстати как использует или как сможет но да просто дальше вот этот оператор это искала за ты дальше то что вы увидите тоже будет скал за то есть но я к тому что не все что я сейчас показываю есть стандартный java вот смотрите чуть-чуть еще терпением и почти закончим почти у цели что мы делаем для того что он такой код писать мы объявляем класс который называется future айва вот который в которого у нас есть метод flat map который нам как раз позволит потом этот фьючер айва использовать внутри for comprehensive вот то есть мы объявляем метод flat map у фьючер айва в чем его идея внутри себя просто заворачивает фьючер да ну вот вы видите то что он там принимает как аргумент обычный фьючер а так фьючер айва да и у нее есть метод flat map поэтому этот метод flat map реализован следующим образом что если у вас фьючер лежал left тогда вернуть фьючер саксос флот left то есть грубо говоря не делать никаких вычислений а просто вернуть фьючер саксос флот вверх сразу же то есть грубо говоря если у вас какой-то к чему это в итоге придет что если у вас вот внутри фоком приходишь на используется этот фьючер айва и если у вас на каком-то этапе был left то следующие шаги они приют когда они начнут исполняться они не будут исполняться они сразу же вернут фьючер саксос его пойдут дальше то есть по сути они как бы проигнорируются вот если у вас там лежал right то вы выполняете вашу функцию которая является параметром flat map то есть вы реально выполнять какую-то логику эта штука возвращает фьючер айва и вы берете оттуда фьючер в итоге в результате будет лежать фьючер айва и вы оборачивать это в наш класс фьючер айва вот это сложно немножко до понимания вот но может быть будет записи вы пересмотрите несколько раз и будет понятно особенно если у вас нет опыта на скале то это вообще совершенно ожидаемо что ничего не понятно вот и объявляем этот метод франки человек вот который который мы там использовали соответственно в качестве первого аргумента он принимает функцию которая может из ошибки вернуть вам и теперь спонс вот то что вот там написали там типа матчи дальше там разные кейсы и потом он принимает собственно фьючер айва это как раз то что вот этот оператор который типа треугольник ну да он по сути просто передает и передает ваш фьючер как вот этот аргумент вот и соответственно эта функция возвращает фьючер айва и все что она делает она помните у айва есть метод left map который вам позволяет то есть вы фьючер делаете мы по внутри него лежит айва и для него выделаться вот на полу подменяется значение в значении айва на теперь спонс еще раз несколько раз и будет будет понятнее вот короче теперь вот теперь вы можете так вот писать вот то есть вы честно можете использовать соответственно объявлен наш класс фьючер айва и нашли этот фон фьючер айва и писать вот именно такой код как как в начале было написано и если вы видели там проигнорировать и тип вот этого response то он будет типа этого response будет фьючер айва вот этот класс который мы написали и мы просто напросто для того чтобы нам из фьючер айва обратно распаковать наш фьючер нам итоге то фьючер нужно никакой то фьючер айвэ мы просто не вызываем фьючер то есть мы сначала запаковали как было в самом конце мы обратно распаковали фьючера наши более более привычный класс код есть оказывается такой класс который называется айвэйси вот это называется монат трансформер он вам позволяет не только делать например для фьючер такую такую штуку но это любого для любой другой монада вот например option внутри или ну да то есть любой любой класс который реализует map и flatmap вы можете использовать внутри айвэйт то есть по сути то что мы с вами написали этот фьючер от айвэй нам не нужно было объявлять этот класс потому что мы просто можем уже использовать айвэйт но вместо вот этого f подставить фьючер вот соответственно в библиотеке монат трансформер для айвэй опшен есть библиотеках кэсс и искал z вот это называется монат трансформер вот он вам позволяет внутри себя упаковать f от айвэй а б то есть например в нашем случае будет фьючер от айвэй а б вот и соответственно работает для всех монат вот и собственно тот тип который мы объявили фьючер от а его его можно было объявить просто так айвэй врачи фьючер бы вот и все и вы можете теперь точно также использовать этот готовый тип место того чтобы писать свои вот и есть тогда вас респонс это будет айвэй айвэй фьючер чперис панский респонс и вот просто нюанс заключается в том что для того чтобы получить содержимое содержимое соотвCompto вот этого айвэй вам нужно не фьючер позвать, потому что там может не только фьючер лежать, а позвать метод RAM, но это стандартный метод. Это все. Теперь можно подвести итоги. Вы вот так в продакшене пишите? Да. Но мы недавно так стали писать, признаюсь честно. Потому что это требует некоторое время, чтобы это понять. Ну, полгода назад, может быть. Идея заключается в том, что вам нужно сначала понять, в чем проблема фьючер фэйлд. И поняв эту проблему, уже потом осознать, как ее можно решить. Но в реальности не мы единственные. Не вот что я сам придумал такую идею. Люди, которые пишут на Scala, которые не прочь писать в более функциональном стиле на Scala, а не писать на Scala, как на Java. Они со временем тоже приходят к тому же самому. И потом коллеги уже не понимают, что они... Нет. Ну, то есть, мы конкретно это используем в рамках команды из четырех человек. Ну, даже команда из четырех человек уже один может... У нас есть код-ревью. Ну, то есть, в принципе, ничего особенного. Просто у нас есть код-ревью. И, опять же, когда новый человек приходит, очень сложно найти вообще, в принципе, Scala-программист. То есть, Scala-программист, который это понимает, еще сложнее найти. Вот. Поэтому... 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 А потом, когда вот молотом берешь, не все гвоздит? Нет? То есть, синхронный код пишет? То есть, все начнет. Нет, но мы... Мы... Молотом берешь, там все гвоздит? Нет, нет. Но если какое-то вычисление является CPU-bound, мы, естественно, делаем его как бы синхронно. Если мы делаем... Если какое-то вычисление требует обращения и блокирования потока, мы пересматриваем эту концепцию и делаем это асинхронно. То есть, мы стараемся избегать блокирования потока просто потому, что с точки зрения перформанса асинхронное IEO быстрее работает, чем синхронное. Вот. То есть, это... Да, может быть, сложнее писать, это требует некоторой привычки, но в итоге ты выигрываешь то, что... У тебя просто с точки зрения перформанса отработает быстрее. Вы оценивали. Вы показали реально, что увеличение сложности использования асинхронного... Ага. Писать асинхронно, да? Оно... Нет, мы... Но я сразу отвечу, не дать мне... Не доказывали, нет. Вы просто себя решили, что писать будет лучше асинхронно. То есть, вы, например, на веб-сферу пришел... Да, да. И мы сразу, да, мы получаем асинхронтекст. Вот. И все, поток отпустили сразу же. И как только мы... Ну, зависит от того, что мы делаем. Если нам пришло два часа, их надо сложить, мы, естественно, их сразу кладываем в этом потоке. Например, если нам пришел какой-то запрос, и он требует обращения к какому-нибудь другому сервису или к базе данных, например... Вот. Если он требует обращения к базе данных, значит, мы делаем асинхронтекст, отпускаем поток сервера контейнера и уже комплитим асинхронтекст в другом потоке. Это приводит к тому, что у вас, по сути, есть объект TCP-соединения, да, по которому вы с клиентом общаетесь. И просто, когда вы делаете комплит, по этому TCP-соединению он уже не в потоке сервера контейнера отправляется ответ пользователю обратно. А у вас база не использует? Нет, мы реализационные базы не используем. Но, тем не менее, мы не используем реализационные базы для Монго. Например, мы Монго используем. Реактив, да, 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 есть что-то там. Реактив Монго. Вот. Соответственно, в случае работы с обычной базой данных, я не знаю. Ну, наверное, что-то есть. Ну, что-то свое. Это уже не HDBC, да, но что-то свое есть. Ну, сапрезентат сейчас можно использовать. Ну, короче, идея заключается в том, что просто, когда ты с этим, ну, как бы, работаешь какое-то время, ну, то есть, поначалу, действительно, тебе сложно это понять. Когда какое-то время работаешь, тебе уже без равенства, ты пишешь синхрон или осинхрон. Давайте подведем итоги, и потом еще можно будет задать какие-то вопросы. Ну, давайте еще, может быть, есть вопросы какие-то до итогов. У нас есть JavaScript, да, и сделали все на промиссах. Промиссы, 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 у них все на промиссах. То есть, вы предламетесь, то же самое в «Джаве» сделать на «Бэке». То есть, у нас тоже, ну, что вы продаете, то же самое в «Бронис». То есть, все последовательства к вызову. А ну, реально увеличив производительность, я бы просто… А увеличив производительность, если много изнарегионных форматирующих операций. Я позволю себе тоже на вопрос на этот ответить. У нас была система, она есть, продуцировала система ивентов. То есть, получала их, и потом, собственно, как бы должна была дальше передавать. Только там могло быть лавинообразный, как бы, рост… Ну, типа, один на вам пришел, надо много передать. Да. И, собственно, потребители могли быть очень медленными системами. Соответственно, дожидаться холлбэка, блокировать себе канал. Собственно, посылаем запрос, не блокирующий, ждем ответа. Вот. Самый, по-моему, наглядный пример, тут, по-моему, очевидно будет преимущество. Ну да, идея заключается в том, что, если у тебя, правда, есть много блокирующих вызовов, и особенно у тебя, как бы, нет гарантии, что… То есть, например, у тебя одновременно может быть несколько тысяч, да, или даже десятков тысяч вызовов, и они все одновременно заблокированы, тебе придется под каждый создать поток. Вот. Одна из проблем, например, большого количества потоков, что потоки жрут стэк. То есть, они, по сути, жрут память. Вот. Скажем… На самом деле, это довольно интересная тема с точки зрения того, какие проблемы есть в большом количестве потоков, потому что, например, большого оверхеда именно на скейдлинг, если у вас большое количество потоков, его нет. Потому что скейдлинг тратит, как бы… Ну, по сути, производитель скейдлинга зависит от количества незаблокированных потоков, потому что у вас есть ранг-ю, и вот размер ранг-ю объясняет производительность скейдлинга. Но основная проблема большого количества потоков – это размер стэка. Ну, то есть, вернее, что каждый трэд, ему нужен стэк, и это занимает память. То есть, если у вас есть, соответственно, 10 тысяч потоков… Ну, это такая тонкая вещь. Я думаю, что это надо на примере конкретном рассматривать. Мойнор, а вот как вы вообще строите интерфейс? Нажимаете, что произошло там, что он хотел? А если у вас все асинхронно, то все запросы… Ну, что вы видите в пользователе? Вот, смотрите, во-первых, у нас… Ага, я понял. Значит, идея заключается в том, что… Ну, это зависит от того, как фронтенд написано уже, да, потому что, ну, мы сейчас, скорее, про бэкэн говорим. Вот, но, соответственно, фронтенд точно так же, фронтенд вообще как бы асинхронный. Даже если у вас на бэкэнде, например, делается вычисление синхронно, вы не можете заблокировать, зафризить UI до того момента, пока вам сервер чего-то не ответил. Вот. И поэтому вы просто… Кто-то улыбается, видимо, блокирует, да? Вот. И тут есть просто разные подходы. То есть вы можете просто, не блокируя UI, вы можете позволить юзеру еще делать какие-то действия, и просто придет ответ и обновить состояние, которое соответствует этому ответу. А еще более прогрессивный подход заключается в использовании Optimistic UI, когда вы посылаете запрос на сервер, и вы ожидаете, что это действие будет успешным. Вот, например, мы в видеоконференциях такое используем. Если вы делаете, например, мьют человека, ну, какого-то, например, своего модератора конференции, вы его мьютаете. Это операция Mute за счет того, что у нас еще есть CrossDC, эта операция Mute может занять какое-то время. Вот. И поэтому вместо того, чтобы отрисовывать кнопку, что она, типа, зачеркнута, только там через 2 секунды после того, как все данные среплицировались и реально человек замьют, мы сразу рисуем, что он замьют, а потом, если нам сервер говорит, что на самом деле он не замьют, мы просто-напросто обратно убираем у нее Mute статус. Да, нет, смотрите, это вот одно из наблюдений, что все разговоры сводятся в итоге к тому, а можно ли это использовать для хранения денег. Вот что-то такое. Вот. О чем только не разговариваешь все время, особенно там вот про модель консистенции, у меня есть такая вот про себя в детей, это штука, которая вам позволяет, типа, обойти проблемы available partition tolerance систем. Так вот, у меня... Опять же, этот доклад тоже закончился тем, что у меня спросили, типа, можно ли хранить там деньги. Вот. Этот доклад тоже самое. Я не ожидал, но... Вот. Можно еще вопрос? Скажите, а вы тюните как-нибудь GVM, какие-нибудь там GFC настройки вот эти все? Да. Гарбиш коллекция мы, да, мы тюнем. Да. Но, в принципе, это все в реальности. То есть мы... Какой алгоритм меняется? Никакие там у тредов какие-нибудь кастомные настройки не меняете? Нет. Окей. Вот. Но, опять же, есть же не только GVM. Вот. В реальности, если уж об этом речь пошла, то, скорее, есть операционная система, которая вам, например, позволяет делать thread affinity. Вот. Что вы можете... Например, если вы знаете, что какой-то thread... Вы хотите предотвратить миграцию тредов между ядрами, потому что в этом случае у вас будет проблема с CPU-кэшем. Тогда вы можете просто запинуть, например, конкретный thread на конкретное ядро. И тогда просто это приведет к более быстрой работе. Ну, то есть кроме тюнинга GVM есть какие-то вещи не связанные с GVM, связанные, скорее, с операционной системой. Хотя мы не используем thread affinity. Ну, просто... Ну, это к FI еще уже так мало имеет отношения, конечно. Еще какие-то вопросы? Может, подведем итоги? Да. Я смотрю, ты уже ждешь? Да. Да нет, я как бы... Да. Значит, какие итоги? Еще раз мы обсудили логирование и эксепшены. Соответственно, логирование. Подход MDC, он не работает для синхронных приложений. То есть вы не можете полагаться на предлокалы. Вот. Поэтому нужно явно передавать логирующий контекст. В Scala вы можете до этого использовать имприситы. На мой взгляд, check exception – это не зло. Потому что они отражают реально, что может иметь функцию... Если произойдет какая-то ошибка, вы реально знаете, какая именно ошибка произошла. Вот. Соответственно, в Scala check exception нет. Функциональный аналог check exception of scala – это использование either. И начинается с scala в логинации, вы можете использовать either for comprehensions. Соответственно, вот, убедитесь в том, что вы используете either именно таким образом. Ну, я могу просто показать пример кода, когда люди не используют either for comprehensions. И в итоге получается очень длинный, нечитаемый код. Соответственно, то же самое для синхронных вычислений. Вместо того, чтобы использовать futures с двумя значениями failed и successful, вы можете использовать futures всегда с значением successful, но положить туда either, который может быть либо left, либо right. И тогда вы добьетесь похожего на check exception подхода в синхронных приложениях. Вот. И, соответственно, вы можете для того, чтобы использовать future attire внутри for comprehension, вы можете использовать modern transformer IVIT, который вы можете найти в библиотеках Scala Z и Cash. Вот. И в конце у меня есть список чтения. Вот. Что вы можете почитать. Здесь далеко не все. А здесь скорее больше по первой части доклада. Вот. Да. Давайте я коротко расскажу про каждый из пунктов. Первый пункт просто описывает коротко completable future. Ничего особенного. Второй пример, соответственно, написав как главы реализован listenable future. Третий пример. Victor Clang blog. Это несколько очерков Victor Clang. Это активный член Scala community о том, как в Scala 2.12 поменялось future. Четвертый пункт, соответственно, это описание вот этого trampoline execution контекста, про который я говорил. Там же вы можете взять ссылку на GitHub, либо из моей презентации. Пятый пункт. Еще раз вам рассказывать про то, что такое trampoline. Но, по-моему, уже на примере Java. Шестой пункт, соответственно, это то, о чем мы говорили в самом конце. То есть это обработка, обработка эксцепшенов с использованием фьючера от Ivor. Вот. Вы можете посмотреть еще одну презентацию, которая примерно то же самое описывает. Седьмой пункт. Это да, мы, к сожалению, не про все поговорили. Вот. В анонсе было, что если у нас будет время, мы поговорим еще и про task. Вот. Но времени у нас нет. Есть немножко альтернативный подход к фьючер, но очень похожий на фьючер-класс task. Вы можете сами на него посмотреть, посмотреть, какие реально есть отличия от фьючера. Для себя я каких-то принципиальных, значимых отличий не нашел. Вот. И, соответственно, в седьмом описываются проблемы фьючер-скала и как их решает task. В восьмом пункте описывается подробно сам по себе task. То есть это тоже библиотека для скалы. Скалы, который называется Monix. Вот. То есть, в принципе, task есть и в Scala Z, но он очень ограниченный. Вот. Поэтому лучше фьючер использовать. Либо использовать task из Monix. Вот. Ну и дальше есть несколько ссылок про вообще альтернативные подходы к асинхронным приложениям. Это корутина в Kotlin. Потому что, на самом деле, корутина, это не... Kotlin не единственный язык, где реализована корутина, но в Kotlin они реализованы хорошо. Вот. Соответственно, в JavaScript есть штука AsyncWave, которая работает поверх Promiser, вот, про которую можете почитать, который вам позволяет еще более таком синхронном стиле писать синхронный код. Вот. Вот. Одиннадцатый пункт про то, что в Scala есть такая штука, как макросы, но она намного более мощная, чем макросы, например, с использованием, там, в C++ или в C, с использованием припроцессора, вот, который вам позволяет реализовать с помощью макросов аналог AsyncWave в Scala. Вот. Ну и, такое, глобально, что можно почитать, подпишитесь на Concurrency Interest, почитайте Java Concurrency in Practice, по Scala может почитать ли они на конкуренном программе in Scala, ну и читайте исходники. Вот. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, очень прикольно, но, как бы, мне, на самом деле, все очевидно. Вот. Там, Java или Scala. А, смотрите, у нас будет вот выложено все это, вы, конечно, можете сфотографировать, но, Дмитрий, как обычно, вот пишет про встречу, про те материалы там, которые предоставит, ну, соответственно, Андрей, и про те доклады, которые у тебя уже были, да, там, все, которые можно найти, так что это у нас будет. Ну, а видео мы постараемся, вот, для тех, кто, ну, для себя еще, скажем так, не сделал, да, и хочет пересмотреть, вот, такая возможность будет, постараемся выложить как можно быстрее. Ну, и в качестве анонса хочу сказать, что у нас уже, в принципе, запланированная встреча на сентябрь в ближайшее время будет анонс, вот, следите, следите за анонсами, потому что есть люди, кто на сегодняшнюю встречу не смог попасть, там, поздно, догадался, зарегистрироваться и так далее. с кем? С кем? Что жнали? Секрет. Это секрет. Ну, будет анонс, как бы, в нем все будет, да. Вот. Я надеюсь, будет не менее интересно, чем сегодня. Андрею, большое спасибо еще раз. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Приезжайте в Питер, там все такие повернутые. АПЛОДИСМЕНТЫ